Всем привет! Сегодня мы протестируем бюджетный смартфон DOOGEE N20, его цена всего 100 долларов или примерно 6000 рублей. За эту сумму мы получаем большой хороший дисплей, неплохой процессор и достаточно много памяти, но давайте обо всем по порядку. Смартфон приходит в черной заводской коробке, на которой есть логотип компании, название модели и наклейки с указанием серийного номера, цвета и количество установленной памяти. Такое ощущение, что про упаковку вспомнили в самый последний момент и запихнули в то, что было. Да и само качество коробки могло быть и лучше, просто посмотрите как она склеена. Я снова повторю, что для меня важно то, как сделана заводская упаковка, именно она является лицом товара и если халтура начинается отсюда, то что ждать от самого товара. Но к счастью, внутри коробки ситуация исправилась. В комплекте вы найдете сам смартфон, документацию, блок зарядки на 5 вольт и 2 ампера, микро-USB провод и скрепку для лотка сим-карт. А вот чехол в комплект не положили, хотя могли бы закинуть обычный силиконовый чехол. Смартфон, как и полагается, полностью обклеен пленками. Корпус сделан из черного пластика, он очень маркий и легко собирает все следы от пальцев. Сверху расположен выход для наушников, снизу микро-USB разъем и звуковой динамик. Справа кнопка включения и качели громкости, слева комбинированный лоток сим-карт. Вы можете установить либо две симки, либо одну симку и microSD флешку. На задней стороне три модуля камеры, один на 16 и два по 8 мегапикселей, а также вспышка и сканер отпечатка пальцев. IPS дисплей диагональю 6,3 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Кстати, фронталка тоже заявлена 16 мегапикселей. Смартфон работает на девятом андроиде, прошивка глобальная, поэтому из коробки есть русский язык. Первое, на что я обратил внимание, это конечно же качество дисплея. Картинка четкая, с отличной цветопередачей. На удивление, за 6000 рублей мы получаем очень хороший дисплей с разрешением Full HD+. Смартфон работает вполне стабильно, без каких-либо глюков и подвисаний. Хотя в комментариях на странице товара люди жаловались на нестабильную работу устройства. Возможно, это было на первых моделях из-за проблем с прошивкой. Если вы уже пользуетесь данным смартфоном, поделитесь своим опытом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. При установке сим-карты сразу появилась 4G. Сеть лоид стабильна и при разговорах тоже проблем нет. Для того, чтобы узнать реальные параметры устройства, скачал программу AIDA64. Здесь мы видим, что в данном смарте установлены 4 оперативной и 64 постоянной памяти. Bluetooth, к сожалению, 4-я версия. Процессор весьма популярный. 8-ядерный MediaTek Helio P23 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. Разрешение дисплея 1080 на 2280 точек. За график отвечает Mali-G71. Батарея емкостью 4350 мА. Мне ее хватает на весь день активного пользования. Теперь перейдем в Antutu и посмотрим остальные параметры. Здесь смартфон набрал 105 тысяч баллов, что весьма неплохо для данной ценовой категории. Тест сенсора показал способность распознавать максимум до 5 касаний. Это средний показатель, который бывает в смартфонах. Хочу отметить, что температура процессора постоянно прыгает. Даже без нагрузки программа показывала от 40 до 60 градусов. Хотя по факту корпус телефона холодный. Возможно это какой-то глюк программы или датчика температуры. Если вы знаете возможную причину, обязательно расскажите нам в комментариях. Для теста скачал Call of Duty, которая не так давно вышла для смартфона. В момент загрузки игры были хорошо заметны подвисания анимации. В настройках графики установил среднее значение и попробовал зайти в сетевую игру. Во время самой игры проблем не было, поэтому можно смело поиграть на минимальных и средних настройках. Также хочу отметить, что в смартфоне установлен достаточно тихий звуковой динамик. Причем, когда закрываешь его пальцем, громкость сильно не меняется и складывается ощущение, что он установлен где-то в середине корпуса. Для сравнения, вот как это выглядит на другом смартфоне. Субтитры делал DimaTorzok Основная камера оснащена как обычным, так и широкоугольным объективом. Днем в обычном режиме получаются вполне неплохие фотографии. Особенно понравилось очень маленькое фокусное расстояние. Оригинал этих фоток вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте, ссылка будет в описании. Широкоугольный объектив реально работает, но качество фотографии значительно падает. Сейчас вы видите фото, сделанное с одного и того же ракурса, но в разных режимах. Максимальное разрешение видеозаписи Full HD 30 кадров в секунду. Качество видео, на мой взгляд, ниже среднего, да и постоянно прыгающий фокус очень раздражает. Но это проблема очень многих смартфонов в любой ценовой категории. К сожалению, производители постоянно улучшают именно качество фото, забывая про потребность в хорошем видео. Качество фотографии с фронтальной камеры мне, если честно, тоже не понравилось. Она явно не тянет на 16 мегапикселей, но для разговоров по видеосвязи такой камеры будет достаточно. Да и не стоит забывать, что мы говорим о бюджетном смартфоне за 6000 рублей. В настройках камеры мы можем поменять формат фото 4х3, либо 16х9. А также есть искусственный интеллект, но лично я считаю это бесполезной функцией, которая только портит фотографию. Еще есть режим Bokeh, который замыливает фон вокруг объекта и придает глубину фотографии, но он часто промахивается и фото получается ну так себе. Зайдя в основные настройки, нам сразу предлагают добавить отпечаток пальца для разблокировки смартфона. Здесь никаких проблем нет, сканер нормально определяет добавленный палец, но сама разблокировка происходит с небольшой задержкой, в целом работает неплохо. Еще можно добавить разблокировку по лицу, здесь также все работает без проблем. Вот такой неоднозначный обзор получился на данный смартфон, но тем не менее эту модель заказали более 7000 штук. Здесь реально классный дисплей, хорошая основная камера и достаточно много памяти, но также тихий звук. Кому интересно, ссылку на данную модель вы найдете в описании под видео. Обязательно напишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok